За выступлением президента краины Александра Лукашенко у правом эфиры пильно сочли на многих предприемствах и организациях региона. Размова об выниках и перспективах социально-экономичного развития краины на сучасном этапе в значении проблемных пытаний и шляхов их выращения. У выступления героиняка державы так само была закранута тема с внешней политики Беларуси, партнерских относинов с разными краинами света. Уважливо сочли за докладом президента и у беларуским державным университете транспорту. После чего поделились своими думками с нашими корреспондентами. Это сама по себе идея Всебеларусского собрания очень правильная. Это обратная связь с обществом, потому что невозможно все спрогнозировать самостоятельно. Нужно спрашивать мнение. И вот это самая главная правильная идея, которую я и раньше придерживался, сейчас это вижу. Но меня, как и всех, волнует благосостояние. Ну и мы все все равно знаем, что живем в непростом мире. И в своей приветственной речи президент отразил все эти вопросы, и они нашли понимание. Назирать за тем, что отбывается у столицы сегодня, могли так само пациенты и урачи Республиканского центра радиоцины, медицины и экологии человека. Промая трансляция – это махчимость убачить и почуть о выниках развития краины за пушние пять годов. Особливая цикавость – это сфера ховы здоровья. Каждый год у центра медицинского допомога отрымливают 200 тысяч человек у поликлиницы и еще 13 тысяч у стационары. Сегодня сюда приезжают пациенты из всех регионов Беларуси и 23 краин света. В минулом году это зарабили больше, как 50 операций по трансплантации нырки. На думку медика, у всех этой поспехи – это стимул укоронять новые технологии и с их допомогой повеличить протяглость жития беларусов. Обсуждались те направления, которые запланированы выполнить следующие пятилетки. Это снижение детской смертности, это снижение смертности в трудоспособном возрасте, это внедрение новых высоких технологий с тем, чтобы эти технологии стали уже обычной практикой не только в учреждениях такого высокого уровня, как наши, но и в учреждениях районного звена. Все это повышает доступность к получению квалифицированной медицинской помощи нашему населению. Нагадаем телеверсию доклада Кировника Державы, а так само и иншие, наибольшие яркие выступления, моменты пятого Всебелорусского народного схода вы сможете увидеть на белорусских телеканалах в вечернем эфире сенью в 21 годину. Дмитрий Котов, Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель».